В общем, Виша, огромная тебе благодарность. Куда дальше? Спасибо большое. Дальше я вдруг осознала, что не хочу заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Я хочу уйти в творчество. Уйти в импровизацию. Отлично. На сегодняшний день я чувствую, как энергия любви, такой вот шар, он поднялся выше, до уровня горла, что ли. И мне даже тяжело говорить. Мне кажется, что я вот-вот расплачусь. Ой, скорее бы. Видимо, еще не дошел досюда. Вот он где-то здесь, вот чуть-чуть, чуть-чуть. Это будет смерть того Андрея, которого мы знали. А дальше куда? А дальше. Дальше. А я еще сегодня утром вспомнил. Вспомнил состояние такое, когда мама приходила утром ко мне, будила меня. и она клала руку на меня. И она говорила, говорила, Андрюша, просыпайся. И это же состояние я поймал сегодня утром. Такое же, как будто я такой. Простянул руку вверх. Говорю, мам. Давай жилетку какую-нибудь. Я не знаю, куда дальше. Надо сначала поплакать, а там душа решит. Ну, я приехала на этот тренинг проработать. Не надо, не успокаивай его. Просто дай ему поплакать. Андрюха, ляг на колени и поплачь нормально. Я приехала на тренинг проработать с чувствами, которые я всегда от себя прятала. Потому что нельзя быть плохой девочкой, нельзя быть злицей, нельзя. То есть то, что говорят мне родители. Нельзя быть плохой. И как результат, то, что я это проработала. Вот если первую ночь я спала и часто просыпалась, мне было так неуютно, не комфортно, все как раздражало. А сегодня еле как проснулась. Я была в таком расслаблении. У меня вообще просто спокойствие, которое ощущается во всем теле. Каждая клеточка и принятие. То есть когда ушла агрессия, которую я прятала, оно просто естественно, что на это место пришло спокойствие. Куда дальше? Я хочу дальше. Мне не важно. То есть с Еленой сама решишь, что еще. Ого, ничего себе, круто. Я считаю, этому тоже надо поаплодировать. Человек, который сам отказался решать, куда дальше. Я Валерий. Привет, Валерий. Все хорошо.